Владислав Артюх к любви относится с медицинской точки зрения. Однако при учащении сердцебиения и повышении давления он рекомендует своим ровесникам не таблетки, а пение. Ах, какой вы сердцеед, Владислав Михайлович, однако. Я тебе не верю, что ты не боялся. Ты не верил. Ты волновался. Ты волновался. Второй больше волновался. Это твоя песня, папа. Все, зажег. С супругой я познакомился. Я был здесь в Минске на выставке художественной. Ну, мне понравилась эта самая работа. А потом я попросил бы, как познакомиться с этим художником. И она меня так, как можно сказать, заворожила. Она показала свои работы. И оказалось, что это будущее, моя жена. Я был военный, ей было 24, а мне, значит, 26. Она человек искусства, я человек искусства. Но я еще, помимо того, что доктор, лечу ее. Ну, я сейчас дома один, потому что жена моя в больнице. Скучаю за ней. Здравствуй, дорогая. Ну, как твои дела? Как здоровьичка? Какая температура? Да? Ну, это хорошо. Я говорил своим лечащим врачом, все будет очень хорошо. Уважение надо друг другу понимать, помогать. Жалко становится. Вот ей делали операцию, я там возле нее был, ходил, все, ухаживал. Дело доказываю, что я хорошо к ней отношусь. И достаточно. И давай ей фрукты ей отдадим? Да, да. Вот эти розочки, там будет, куда я поставить эти розы? Это же ее любимый сорт. Конечно. Розовая. Она очень любит розы, правда? А то, что люблю, говорите? Нет, не говорю. Я не из таких вот сентиментов. Я такой военный человек. Если надо сделать, я помогу, я сделаю все. И скажу доброе слово. Да, нет. Не люблю я это говорить. Владислав Артюх Я как будто занедушил Слышу голос за спиной. Но скажи, кому ты нужен, кроме матери родной? Кто поймет и не осудит? Лис почтовый теребя. Кто печаль твою студит? Кто поплачет за тебя? Но если нету мочи, жизнь, как жуткое кино. Под кладбищинской сиренью твоя матушка давно. И на дальнем перегоне Будет душу согревать. Две родимые ладони Это родина и мать. Потому опять и снова Словно гены на руке Два привычных этих слова Рядом в русском языке Пусть сияют, завлекают Чужие давние края Там, где мать твоя родная Там и родина твоя Два таких знакомых слова Но каких ранимых слова И каждый вкладывает в них свой особый смысл Там и родина твоя Спасибо вам большое за этот Такой тихий И такой искренний рассказ Александр Солодуха Вы не спели, не пропели, а прожили Блестяще Спасибо До кома в горле, до слез на глазах Да Самые святые слова для каждого человека Родина и мама Да Спасибо вам огромное Спасибо Пожалуйста, Сашенька Мне как раз не хватило простоты Я бы вообще в этой академической манере Не исполняла бы этот романс Понятно, что есть голос Понятно, что вы им владеете Техника у вас прекрасная, вокальная Но вот этой вот теплоты, трогательности Где-то можно и тихо сказать Но точно в сердце Мне этого, к сожалению, не хватило сегодня Хорошо Спасибо Владимир Березин Что же меня Немного смущало Слова? Нет Так, как вы их произносили Так может произносить Слова о любви И о своем чувстве Человек, у которого Бэкграунд жизни очень богатый Который много понимает Об этом надо еще тише говорить И тогда эти слова Зритель будет Стараться услышать Он потянется к тебе Виктория Олежка Пожалуйста Есть такие песни Которые действительно Хочется Не спеть И хочется рассказать Потому что Вы как раз и на сцене Были один И это разговор С самим собой Больше был И поэтому Когда разговариваешь С собой наедине Ты действительно Либо Шепотом Либо Молча Ты разговариваешь Правильно Саша сказал Это Ценности Которые О которых мы должны Помнить Всю свою жизнь И передавать детям Спасибо Спасибо Учту Спасибо Вот как врач Диагноз ваш От кома в горле А кому-то не хватило Тихого рассказа Правильно подсказали Все Следующий раз Я ее исполню мягко Добро Просто Доступно людям Спасибо Спасибо